Зеленский подписал законы о льготном растаможивании Евроблях. Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы о льготной растаможке Евроблях. Верховная Рада приняла эти документы в середине апреля текущего года. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента. Глава государства подписал законы о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно взимания налогов и сборов, других обязательных платежей, объектом налогообложения которыми являются транспортные средства номер 1402 номер и о внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно временного упрощения таможенного оформления транспортных средств, везенных на таможенную территорию Украины 1403. Эти законы Верховная Рада приняла 15 апреля 2021 года. Они временно упрощают механизм растаможивания автомобилей, импортируемых из Европы, а также способствуют защите окружающей среды. Согласно документам, бывшие в употреблении автомобили с европейской регистрации старше пяти лет, которые были везены на территорию Украины до конца 2020 года, облагаются налогом по льготной ставке налога на добавленную стоимость и акцизного налога. Сумма акцизного налога будет зависеть от возраста автомобиля, объема и типа двигателя. Однако на нее не будет влиять стоимость машины. Базовая ставка будет колебаться от 0 до 150 евро, и в большинстве случаев стоимость растаможивания не превысит 1 000 евро. Такие автомобили временно освобождаются от налогообложения возной пошлиной. Согласно документам, по льготному механизму владелец может растаможить один автомобиль одной категории. На льготное таможенное оформление дается 180 дней с момента вступления в силу законов. Участники АТО и АОС смогут воспользоваться льготной растаможкой в течение 270 дней. Под действие законов не попадают транспортные средства, которые не соответствуют экологическим нормам евро-2 и выше, происходят из страны-оккупанта, страны-агрессора или возимые из временно оккупированной территории Украины. Законы вступают в силу со следующего дня после опубликования и вводятся в действие через один месяц со дня вступления в силу. О том, какие в этих законах есть нюансы, читайте в материале РБК «Украина». Напомним, в ноябре 2020 года Владимир Зеленский ответил на петицию о доступной растаможке «Евроблях». Глава государства направил обращение к спикеру парламента Дмитрию Разумкову. Президент попросил Разумкова способствовать работе нардепов и представителей Кабинета министров в составе рабочей группы по наработке законодательных инициатив относительно доступной растаможки «Евроблях». Как писала РБК «Украина», в ноябре 2020 года в Киеве на улице Грушевского прошел массовый протест владельцев «Евроблях», в ходе которого завязалась массовая драка с полицейскими.